Спасибо. Я получил встречу с членом Масру Барзани сегодня и с другими официальными. И цель этого встречи было бы поговорить, как мы должны продолжить, чтобы сделать нашу кооперацию более активной, широкой и более удобной для бизнеса и для людей. Мы обсуждали возможные шаги, в которых я должен сказать, что Украина сейчас пригласила официальный представитель нашей эмбассы в Эрбиле. И вы можете показать мистера Шакер-Фархан Али, который стоит рядом с мной. И он официальный представитель. Он имеет офис, и он готов, чтобы все люди из Курдистана нужны, чтобы получить дополнительную информацию о Украине, дополнительную информацию о том, как они могут связаться с бизнес-партнерами в Украине и для общей кооперативной формы. И также он готов, чтобы получить дополнительную информацию, особенно для украинских граждан, которые нужны помощь и помощь от эмбассы. Нажимайте, что там были очень близкие отношения между Курдистаном и Украиной в прошлом. Мы надеемся, что сейчас у нас есть следующая возможность чтобы вспомнить эту эксперименцию и восстановить эту общую кооперативную информацию. Вы знаете, что Украина имеет необходимые опыты, необходимые capacidades для поддержки к Курдистану с общением, с общением модернных технологий, и с поддержкой украинских компаний в процессе реабиления, реформирования и модернизирования инфраструктуры и сферы других нуждей для людей из Курдистана. Практические шаги, я думаю, что мы должны информировать всех людей, которые интересны в этом вопросе. что за неделю был коммерциальный атташе, который пригласил и пришел в эмбассию. Итак, теперь мы имеем специально названный дипломат, который будет в обязательстве, который будет в обязательстве, чтобы связаться с всеми интересными и нужными, чтобы им дать информацию и помощь, как пройти дальше с украинским и курдским бизнесом. Тогда мы надеемся, что благодаря возможности, чтобы иметь здесь официальный представитель, мы получим больше возможностей, чтобы связать с украинским и курдским компанией, и создавать специальный способ, по-другому, как кооперировать здесь, либо чтобы дать помощь друг другу, либо чтобы чтобы создавать общий бизнес, joint business and so on. So that's for the first. And I think that in a couple of months we will have another chance to assess how we succeeded in these efforts. We knew about this main concern for the Kurdish people. We know that there are a number of problems related to the necessity to travel to Baghdad to complete all necessary papers and to hand over the visa application to obtain the visa to Ukraine. Now to make this process more easy, more convenient for the people. In Erbil two or three weeks ago there was open the visa center. This visa center provide all the people needed full package of assistance. I mean the filling up all the necessary forms to inform them which type of papers, which type of document they needed to hand over the visa application and all other related assistance. So now there is no need for everyone to travel to Baghdad for this purpose. So please, the contact information about the visa center in Erbil is available at our website in internet as well as our official representative is ready to provide this information for the people as well.